В Казахстане оскорблять казаха, либо оскорблять действующую власть, либо оскорблять президента первого, либо действующего президента, имеет право только казах. Надеюсь, на этом договорились мы. Я вас просто предупреждаю. Всем привет. Меня, честно говоря, поддостали уже этим вопросом, знаю ли я, кто это такой. Как зовут? Адиль. Город какой? Алматы. Сужишь? Нет, с похода вернулся в военную. Ездили в Москву налоги собирать. Дань. Сколько лет? Че сколько лет? Ведь сколько лет, долбою? Почему долбою? Учитывая, что эти нарезки делал я в прошлом году, этот вопрос выглядит нелепо. Как будто в Казахстан только вот провели интернет. Я московский нарез. А там прическа софот опасен. Какие-то коты откинь, долбою. Мало. Несмотря на то, что полную характеристику об этом человеке я дал еще год назад в своем телеграм-канале, ну что ж, давайте повторим еще раз кратко. Да, длинно в принципе не получится, так как об Адильжане Абдугалиева рассказать в общем-то особо нечего, так как ничего из себя человек не представляет. До свидания. Пошел нахуй, чебал. Абдугалиев Адильжан Серикович, 83-го года рождения. Уроженец города Балхаш в школе никак не проявлял себя, был серой мышкой. Он утверждает, что после школы он получил какое-то юридическое образование, но я думаю, что скорее всего он просто отслужил в армии. Так как опираясь на то, какую чушь он несет, я думаю, никакого юридического образования у него быть не может. Он недолго работал в полиции в должности какого-то там старшего помощника, младшего участкового, откуда его удачно выпнули из-за того, что он какой-то бабушке вымогал в наглую взятку. Вволили его с отрицательной характеристикой и трудоустроиться он никуда не мог, но его матушка работала в Альянс Банке и туда она его по своим каналам трудоустроила. Трудоустроили его в какой-то кредитный отдел в должности какого-то там помощника. Воспользовавшись своим служебным положением, он оформил на себя кредит, подделал какие-то документы, после чего успешно уволился из банка. Таким образом, с 2011 года он набрал кредитов на сумму около 2,5 миллионов тенге, плюс всякие еще частные займы. С тех пор он официально не работает, чтобы не выплачивать кредиты. Вследствие чего, постоянной работы не имеет, промышляет мелкими мошенническими схемами. Например, собирал деньги на какую-то лучную секцию с патриотическим уклоном и деньги пропали в неизвестном направлении, а секция так никакой не появилась. Поэтому к череде его заработков добавилась еще работа по вбрасыванию национал-патриотического дерьма в неокрепшие умы. Ну да, вот эти вот ролики, которые вы видите, это способ заработка для него. В Казахстане оскорблять казаха, либо оскорблять действующую власть, либо оскорблять президента первого, либо действующего президента, имеет право только казах. Нагайцы, нагайцы это тоже казахи, татары это тоже казахи. В Турции можешь поехать в Турцию отдыхать, можешь свободно на казахском говорить, тебя будут понимать. Они и разговаривают, потому что на казахском. Это казахи, которые переехали в свое время. Вся Турция это казахи. Ты серьезно? То есть он не является убежденным нацистом, шовинистом. Во душе он тот еще мактабас. Думает он и разговаривает исключительно на русском языке. Русскоязычный детсад ходил, русскоязычная школа, университет ходил на русский язык обучения. Вот друзья у меня там, русских много тоже. И так как он убежден, что я нахожусь в России, то угрожает мне, что меня экстрадируют благодаря Путину в Казахстан. То есть своих связей с МВД и органами власти он не скрывает. Также на постоянной основе оправдывает коррупцию с условием национализма. Когда вы на свадьбы ходите наши, вы же сразу знаете, что этот дядька прокурор, этот судья, этот соборовец, этот, получается, начальник следственного дела. Знаете же, да, на свадьбах всех своих родственников. Мы, казахи, у нас уникальный путь. И вот наша яд-полада, яд-полада, она не даст никакому силовику через меры, через меры, через меры поступать. Не даст. Как и все на работы, пытается испортить мне ауру. Но, кажется, в данном случае он перестарался и создал мне положительную характеристику, рассказав о моих заслугах. Кстати, он посадил трех гаишников, посадил, да, Антон, такой человек. Также он главный, кто посадил Манаса Бестаева. В общем, работают хорошо, молодцы. Тут он радуется у себя на ФБ. Вот. Что Марлана тут арестовали, называют его нацистами, экстремистом, шовинистом. Это, конечно, далеко не весь список тех, кого я посадил в тюрьму. Правда, насчет Манаса Бестаева, он немножко ошибается, его посадил Баранбаев. Ой, что ты, Антошку начал трогать, гражданский патруль, он же полезное дело делает. Поливает грязью действующую власть. Этот Антошка-то, он чисто с ФСБшный агент влияния. И тем казахам, которые говорят, что я не прав, что они делают хорошее дело, вот этот Антоха гражданского патруля, он делает хорошее дело. А насчет Баранбаева, если кто думает, что я не прав, ну, камон, ребята, ну вы что, реально шутите или как? Ну, опять же скажу, для Баранбаева это просто работа. В душе он также тот еще Мактабас. В принципе, в одном из видео я уже приводил цитаты Маргулана Баранбаева, что он точно так же, как и Адельжан Абдугалиев, оправдывает коррупцию национализмом. Ну, то есть они работают по одной методичке. Адельжан Абдугалиев знаком лично не только с Баранбаевым, а также с Мухамеджановым, о котором я делал видео, тоже является Нурботом. Нарымбаев, который сейчас делает вид, что сидит в тюрьме. А также он знаком с их идеологическим куратором Мухтаром Тайжановым, который является советником Такаева. Из всех этих людей убежденным нацистом является только Мухтар Тайжанов, а все остальные просто заложники собственной глупости, которые оказались лоббистами этих идей из-за своего криминального прошлого или плохого финансового положения в нынешнем, или просто нежелания работать. Все они, в частности Адельжан Абдугалиев, транслируют мысли Мухтара Тайжанова. Казахи начали русских тут, получается, гнобить, выкидывать из домов, говорить «Москва, вокзал, чемодан». А почему мы их выселяем? Как ты думаешь? Потому что они на территории наших сепаратистов, потому что мы действительно опасный народ. И третий вид сепаратистов – это вот исламские наши радикалисты. Сейчас мы должны дождаться до развала Советского Союза, то есть Российская Федерация должна доразвалиться. То есть методичку по развалу России им пишет Мухтар Тайжанов. Зачем им всем нужен развал России, я не особо понимаю. И так как сейчас принято думать, что Казахстан – это новая Швейцария, ну вот представьте себе, что в Швейцарии люди бы начали говорить, что им нужен развал Европейского Союза и европейских государств на еще 100 государств, между которыми начнут спихивать военные конфликты, все это не будет контролироваться, полный спад экономики, торговли, как следствие спад экономики в Швейцарии, свободное хождение оружия, криминальных запрещенных веществ через границы. В общем, одни сплошные плюсы, да? Ну вот примерно такое будущее желают они Казахстану. Поэтому я и говорю, что Мухтар Тайжанов – враг всех, кто проживает в Казахстане, независимо от вашей национальности, полурелигиозных убеждений, так как он желает, чтобы все наши ближайшие соседи превратились в особо опасные зоны. И это я даже не затронул темы геополитических проблем. В связи с исчезновением геополитического игрока в лице России, потенциальные угрозы исчезновения Китая, Казахстан как полигон боевых действий с Китаем, или как сейчас модно говорить палка, который будут тыкать, ну, уже в логово дракона. Короче, перспективы Казахстана, если двигаться по пути, который предлагает эта группировка лоббистов, которые, обращая внимание, оправдывают коррупцию на регулярной основе, такие перспективы, они не то что туманы, они очень даже прозрачны. Очень спокойно прогнозируемые, но совсем не жизнерадостные. В общем, берегите свой мозг от таких вот пропагандистов, потому что сейчас идет битва за ваши умы. И чем меньше в вашей голове информации, тем проще эту чашу заполнить. Поэтому берегите свой ум, ну и не только ум, берегите себя целиком. Всем удачи. Пропаганда – это дезинформация. Смотри, определение слова пропаганда. Пропаганда – это формирование образа мыслей у большинства меньшинством. То, что происходит в Европе, это другое. У нас другой, уникальный путь. Но наш путь еще будут изучать. Как мы через Акиматы, через, получается, родственные связи заняли все должности, руководящие в государстве. И через те же самые коррупционные схемы мы только казахам распределяли блага. Было такое? Было. Продолжение следует... Продолжение следует...